Всем привет! Сегодняшнее видео это Room Tour. Покажу вам, как я живу, и кроме этого покажу еще свои полки, какую веганскую еду обычно я храню у себя в кухне. В общем, квартира у меня небольшая, для одного человека она идеальна, но как бы на два человека мне бы уже было здесь тесновато. Идем к моему подъезду, вон там вот. На этой улице мне дали первый штраф на машине, тут одностороннее движение, и я поехала в другую сторону, потому что хотела запраковаться, и прямо мне навстречу ехала полицейская машина, и мне дали штраф со злотых. Вот мой подъездик. Это старый дом. Каменица называется в Польске просто. Красиво. Не затейливый дворик, конечно. Это и есть вот своя романтика. Так как у меня до сих пор нет зеркала дома, я часто строюсь в эти двери. Для кого-то это минус, для кого-то плюс, но я живу без лифта, и у меня самый последний этаж. Седьмой этаж или шестой. Поэтому я каждый день, не специально, но тренирую свои ноги. Есть, кстати, результаты. Мне кажется, это спаливает нормально, так калории у меня за день. И чаще всего я передвигаюсь через ступеньку. Я забежала домой, и теперь могу наконец-то вам показать, как я живу. Слава богу, закончилась гроза, и теперь тут хотя бы светло. А это очень важно, потому что у меня два окна, и тут очень крутое освещение в этой квартире. Я подумала, что можно начать с угла двери. В общем, вот так вот я вхожу в свою квартирку. Здесь у меня прекрасным образом стоит мой большой чемодан, который я еще не успела убрать. Он уже стоит тут месяца два или три. Ну, с момента, когда я сюда заселилась. Мне не мешает особо, как бы у меня есть второй этаж, надо будет его все-таки занести туда. Я специально сейчас открыла свою лестницу. Обычно она у меня закрыта, потому что она мне не нужна. Я не захожу на второй этаж повседневной жизни. Только если мне что-то нужно или кто-то у меня остается ночевать, тогда я открываю вот этот вот погреб прекрасный и заселяю туда коню, блин, гостя или гостиху. Сейчас мы туда еще заберемся, но пока что я покажу свой первый этаж. В общем, вот как-то так выглядит моя комната. Она вместе с кухней. В принципе, для одного человека это то, что нужно. Вот эти цветы, эти розы у меня стоят уже второй месяц. И мне вообще не хочется их убирать. Они мне очень нравятся. Мне нравится, как они украшают мою кухню. Если это можно назвать кухней. Они стоят. Моя чаша блендера. Надо будет купить вазу, кстати. Ну, в общем, мне нравится. Пусть будет. Вот так вот как-то выглядит моя кухонка. Все, что нужно у меня здесь есть. Это вот такой маленький холодильник. Там всякое разное. Клубнички много. Тут полочка со всякой посудой у меня. Блендеры, тряпки, сковородочка, кастрюльчика. Все по плану. Тут я не убрала. Блин, надо было тут брать. Короче, вот так вот обычно у меня выглядит все. Я по вселенной жизни здесь. Я быстро все кидаю, закрываю. У меня все быстро всегда происходит. Штуки, которыми я редко, в принципе, пользуюсь. Масло льняное, масло кунжутное, бальзамический уксус, приправки и мой прекрасный жидкий дым. Наверное, из-за того, что здесь лежит, я им пользуюсь чаще всего, потому что делаю разные соусы, заправки и так далее. И добавляю всегда жидкий дым для капченого вкуса. Вот моя прекрасная водичка. Я обожаю делать воду с лимоном и огурцом. Это мое любимое сочетание воды. Она всегда освежает. Классно я кидаю лед в стаканчик, заливаю эту водичку и вообще по красоте получается. Этим вот гостем я пользуюсь часто, потому что делаю кофе себе каждый день. Люблю его. Мой прекрасный столик. Вот чаще всего я сижу здесь и пишу какие-нибудь посты. Или пишу, или работаю весь день, сижу здесь. Обычно мои ноги где-то на столе или на этом стуле. Я, в общем, люблю в очень нестандартных позах работать. Если бы меня кто-то видел со стороны, но это реально, это смешно. Здесь у меня вещички мои лежат. Я даже поубирала все, чтобы вот так вот открыть и сказать, вот тут мои вещички. Ну и там все то же самое. Тут тоже всякая такая хрень. И самое любимое у меня, это мое окно, конечно же. Я так обожаю его. Оно, во-первых, высокое. Во-вторых, мне очень нравится вид из окна. В-третьих, мне нравится, что оно не полностью пластиковое. Тут такие позолоченные штучки. Как раз оно открытое. У нас выглядит. Сейчас у нас три дня. У нас четвертого и вот такой вот летний прекрасный вид. Я живу в центре Варшавы, поэтому отсюда уже видно высотки. Это мой штативчик, которым я пользуюсь очень часто. Из Алиэкспресса, если что. Вот заказала сейчас свет. Топ красивое видео вечером тоже можно было снимать. Стоил около 60 злотых, по-моему. Штатив тоже 70, по-моему, злотых. Это первая кошечка, как вы видите, да? И вот самое мое любимое, это вот это вот окошечко еще. Поэтому у меня очень светло в квартире из этих двух окон. И еще посмотрите, здесь так прикольно иногда лежать утром и просто смотреть, как тучи проплывают. Очень кайфово. С утра здесь просто такое освещение приятное. Это квартира, о которой я мечтала, в принципе. В центре, маленькое, необычное. То, что мне всегда хотелось. Вот здесь у меня такой списочек. И я отмечаю каждый день, нормальная, выполнила я или нет. Вот видите, там, где выходные, прочерков много. К сожалению, и может и к счастью, у меня баланс. А вот эти картины остались, картинки точнее, от прошлых жильцов. Это были два мальчика, тут жили. Я не знаю, они увлекались комиксами или что. Я не стала их снимать, потому что мне они нравятся, в принципе. Да и тут вообще пустые стены. И я хочу, кстати, что здесь можно повесить? У меня есть холсты. Хочу нарисовать что-то и повесить такие прикольные маленькие картинки себе на стену. Потому что смотрите, сколько места здесь для творчества. Итак, перейдем, наверное, ко второму этажу. Вот так он выглядит с первого этажа. Вот так вот выглядит эта лестница, которую я закрываю. Обычно она закрытая. Давайте поднимемся туда. Очень часто я хожу по квартире в обуви, кстати. Сегодня исключение, потому что я поубирала. Эта лестница довольно-таки шаткая. И я иногда залажу на нее и думаю, боже, хоть бы нагрохнуться. Давайте рискнем, ребята. Еще есть телефона в одном руке. Жесть. Для чего мне этот второй этаж? Вы уже можете себе понять, что у меня здесь хранится. До хренища всякой одежды. Потому что понимаете, что там бы она не особо как бы классно вместилась. Но здесь можно сделать супер уютную локацию. Просто смотрите, здесь чисто. Здесь коверчик, такой ковролинчик. Здесь вот лампочки есть. Ну, как бы тут свет есть, да? Смотрите, чистые стены. Тут у меня матрас, я уже приложила, хотя он там был внизу, просто для гостей. Здесь можно повесить какие-то неоновые штуки на стены. А тот же телик какой-то сюда прикрепить. Вещи как-то с ними разобраться. Красиво их как-то уложить. У этого чердочка есть довольно-таки неплохой потенциал, я считаю. Вот так вот презентуется мой второй этаж. Если здесь прилечь. Вот там это окошечко. Вот эта дырочка, в которую мы спускаемся. Я сюда по-любому что-то придумаю, но не сейчас, а я думаю уже на осень. Потому что сейчас здесь довольно-таки жарко. Потому что это самый последний этаж. И ну здесь вот прям еще выше сидеть, но это вообще не вариант. Только если там два вентилятора поставить туда. Ну и во-вторых, я почти дома не нахожусь летом. И тут нечего делать. А вот на осень сюда можно сделать такой уют. Здесь эти все лампочки. Немоновые какие-то подсветки. Сделать здесь уютно. Эти вещи как-то разложить. И тут можно прикольно кайфовать, устраивать какие-то вечерочки с фильмами и так далее. Поэтому сейчас он у меня служит для вещей и для гостей, если кто-то остается. Ну еще это очень прикольный вариант тем, что если я после тусовки. И ну понимаете, как можно уснуть утром здесь с двумя окнами. Если солнце светит, а чаще всего оно светит, тем более летом, это просто невозможно. Поэтому я сюда захожу, закрываю вот эти вот щели. И прекрасненько себе засыпаю и сплю до полудня. И ничего мне не мешает. Так, давайте, наверное, спускаться. И я покажу кое-что очень интересное. Часто бывает, что я в состоянии пьяным здесь спускаюсь отсюда. Блин, по мне можно подумать, по моим историям, по моим вот этим рассказывам, что я вообще какой-то алкоголик. Но нет, ребят, я ЗОЖ, полузОЖ. Балансирую просто. Иногда очень стрёмно спускаться от этой лестницы. Тут иногда такая американская горочка, нихеровенькая. Но я уже как бы приучилась. Будет смешно, я сейчас грохнусь после этих слов. Вот так вот. Видите, как она трескается, блин? Итак, что же у меня здесь прикольненького найдётся? Тут, конечно же, разные приправочки. Лён, который я очень часто использую. Сушёные помидорчики. Кокос, который я очень часто использую. Пшеная каша. Мака-паудер. Цикорий. Часто пила его, когда я холодно. Сейчас не хочется ничего такого пить. Спирулинка такая вот у меня тут есть. Когда не забываю, то добавляю её в разные смузы зелёные. Пищевые дрожжи заканчиваются, надо купить. Обожаю их добавлять в соусы. Сушёные бананы. Иногда добавляю их в первый корж, когда торт делаю. Очень классно добавляют они вкус и запах. Мачо. Вот семена чия. Фасоль. Такая чёрненькая. Надо будет что-то с ней приготовить. Давно её я не готовила. Чеснок, приправа чеснок гранулированный. Какао, которое тоже довольно-таки часто добавляю куда-то в какие-нибудь смузи или баулы. Гречка зелёная. Её использую для завтраков. Там кокосовое масло у нас. Сироп агавы. Понятно, два на дне. Я так торты просто делаю. Вафлокума, которые я редко использую. Чёрный рис, который стоит уже год где-то. Переходим повыше. Это вафли рисовые, которые я показывала в разборе веганской корзины. Кому интересно, я сейчас прикреплю здесь вверху на это видео. Очень люблю эти вафли. Точнее, это хребцы. По-польски они вафли, что-то их называют. Хребцы такие ржаные. Тоже очень вкусные. Тоже в корзине показывала. Рисовая паста наша прекрасная, распрекрасная. Заканчивается уже. Новую не буду покупать, потому что в последнее время жару я слишком много. Зелёный чай. Я вообще не пью чай. Очень редко, я знаю, раз в три месяца вообще. Не особо любитель чая, поэтому этот чай мне давно. Но очень он вкусный. Это зелёный чай с вишней. Когда моя сестра приезжает, я её всегда завариваю. Она любит у меня чай. Это прекрасная макаронка. Я её побажаю. Зелёные зерновые. О, жвачка. Прикольчик. Не знаю. С помидорами, которые уже сто лет тоже стоят. Надо что-то с ней приготовить. Там приправы, всякие ванильки. О, ещё одни макароны. Надо будет их доесть. Вот. Это у меня кэроб. Тоже куркума. Агар-агар. Теперь у меня нут здесь. Чечевица. А тут у меня кукурузная вот эта вот поленка. Так. А это что у нас здесь спряталось? Это, кстати, веганская. И, кстати, очень вкусная. Поэтому советую. Если кто-то любит такие штуки. Тут у меня всё для тортов. Я же делаю торты на заказ иногда. Такие-таки штучки, упаковочки, подставочки. В этой полке у меня посуда. Стаканы всякие, тарелочки. Именно кажется, что мне чего-то, да и не хватает. На самом деле, это кисть. Оно просто всё такое разное. И разбивается ещё периодически. Отцепка выжималки, которые я очень редко пользуюсь в последнее время. Эти две полочки меня пустуют. Потому что, понимаете, да? Если что, я тут стою вот так вот, чтобы вам всё удобно разбирать. А вот здесь ещё всякая хавочка. Можно её забрать. В последнее время так люблю кедровые орешки. Кокос, который не вместился в баночку. Мой любимый и прекрасный тахини. Это самое лучшее, что можно было придумать из жирных паст. Обожаю тахини. Яблочный уксус. Обожаю мариновать в нём лук. Мятный чай, который я зимой побивала, иногда после ужина. Чуть-чуть арахиса и изюмчик. Изюм люблю, часто его использую. В последнее время вместо фиников использовали здесь изюм. Так, шоколадочки чёрные. Очень жёсткие шоколадки. Там вообще сахара нет. Прям супер шоколадные. Больше одного квадратика вообще никак не съешь. Это смесь для ванкейков, которую я на пробу купила в бедронке. Он будет попробовать. Всё-таки забыла уже про них. И зелёная гречка новая пачечка. Здесь кофе, который я пью сейчас. А вот это... О, надо выложить. Это забыла. Хочу поджарить себе семки, чтобы положить, чтобы поджаренные были. И добавлять тоже в салаты разные. На смузи кидать. Надо их выложить. Да, вот так вот. Вот так вот всё и происходит. Мука, которую сто лет вообще не пользовалась. Пшено тоже, которое в банку не вместилось. И ван-чай. И расторопша, которую я смотрелась когда-то. Блогеров, сыроедов, которые очищают всё время. Что-то там у себя очищают, очищают, очищают. Просто мои руки такие не дошли для того, чтобы использовать это. Итак, заходим в ванну, ребятушки. Такой вот большой дужик. Тут косметика, кстати. Хочу купить, поехать в икее, купить себе полку, чтобы вот это вот всё не стояло на машинке. Потому что когда она работает, всё падает и туда. В лучшем случае сюда, конечно. В худшем вот туда, за которым нужно лезть. Мне нужна в икее какая-нибудь полочка вот сюда так повесить прекрасно. И будет всё удобно висеть и красиво. Это видео меня вдохновляет на много дел, которые я откладываю постоянно уже давно на потом. Поэтому сейчас я поубирала ради видео во всей квартире, всё положила по местам. И теперь я хочу купить всё-таки зеркало, потому что оно очень не нужно. Мне реально нужно зеркало полный рост, потому что я без него. С вот этим вот как бы не особо, блин, себя хорошо и комфортно чувствую. И полочки купить. И ещё там что-то мне надо было купить. Небольшая такая ванна. Одному вполне хватает. Я хотела снять вам немного квартиры вечером, как она выглядит. Потому что я люблю разные подсветки. И вот у меня там есть такие гирлянды. Ещё я себе заказала на Алиэкспрессе такие розовые неоновые штуки. Они должны на днях прийти и будет очень красиво. В общем, это вроде бы всё. Я надеюсь, что я интересно показала свою квартиру вам. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу квартиры в Варшаве или вам нужен какой-то совет, то пишите в комментариях. Я обязательно отвечу, помогу каким-нибудь советом, если нужно. До скорых встреч, ребят! Пишите какие-нибудь вдохновляющие идеи для видео. Я очень смотивирована, чтобы снимать. Следующее видео я хочу снять о здоровой коже. Как я укаживаю за кожей. Как сделать её более чистой. Не покупая кучу всяких уходовых средств. Не тратя на это деньги. Я вам показала свою ванну. У меня там буквально умывальчиками солярная вода и влажающий крем. Всё. К тому же много девочек спрашивают об этом, поэтому я считаю, что это по-любому актуальная тема. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам интересно со мной было провести около 10 минут. Я думаю, это заняло это видео. Всем хорошего дня, желаю. До скорых встреч. Не теряйте меня. Заходите на мой инстаграм. Там очень много делюсь рецептами веганскими. Вообще повседневной жизнью. Поэтому милски прошу. Всем пока. Хорошего дня. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok